Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет такой видеовлог с уборкой, не все же покупки, какие-то поездки куда-то непонятно куда, да? Вот, на самом деле, каждое воскресенье, в принципе, у меня проходит, ну, кроме тех дней, когда мне, если вдруг мне нужно куда-то уезжать, но обычно каждое воскресенье я полностью занимаюсь домашними делами. Чаще всего это уборка. Если это готовка, то обычно я там в субботу или в пятницу там много наготавливаю, а уже в буднях днях там, на буднях днях, да, там что-то уже в основном ужин готовлю, что-то быстренькое, скажем так. А именно воскресенье, в воскресенье у меня обычно дети дома, потому что они мне делают уроки, и, соответственно, я вот занимаюсь различными домашними делами. Конечно, здесь не весь мой день, здесь исключительно уборка, потому что я еще отвлекалась на приготовление, точнее, на то, чтобы покормить обедом и ужином всю свою семью, хвостиков в том числе, поэтому получается, что, ну, такие кадры с уборкой. Я еще хотела заснять, как там я пылесошу, там и так далее, но пропылесосил мне второй этаж и первый этаж муж, а дети даже на первом этаже помыли пол, так что, в общем, помогли мне мои мужчины. Здесь, кстати, протираю также влажными салфетками подоконник, и вот меня как-то спрашивали про цветы, и вот как раз покажу, какие у меня на втором этаже. У меня только в этой комнате, нет, не только в этой комнате, еще пару цветочков, в другой комнате есть. В общем, вот такие вот у меня цветочки, честно, название многих из них я уже забыла. Котеечка моя мне помогает, естественно. Вот, ну, в общем, это у меня повторки, я их называю, то есть это те цветы, которые у меня уже есть, но по тем или иным причинам, в общем, я их там черенковала и так далее, честь отдавала сестре, и вот у меня такие тут остатки. Видите, как я приспособила, поставила на банку горшок, чтобы он у меня так вниз плелся, надо будет что-то другое, на самом деле, придумать, или кому-то отдать этот цветочек. Ну, и, конечно же, здесь монстера моя любимая, и диффенбахи, которые мне тоже очень нравятся, да, ничего не припутывала. Вот, сняла постельное белье, буду также стирать плед, потому что я достаточно часто, кстати, стираю плед, потому что на нем лежат все животные, котейки в том числе. В общем, буду стирать вот этими капсулами, которые вам уже показывала, мне они очень нравятся, прикольные. Вот, так что загружаю стирку. Тут у меня и постельное белье буду стирать, очень, короче, перестирывать все на свете, девочки. Воскресенье, помимо всего прочего, в том числе день стирки у меня. Ну, и, соответственно, глажки. Также я еще отвлекаюсь на помощь в уроках старшему и младшему. Вот, и букетик цветов, кстати, вот хочу показать. Я, правда, уже показывала не раз, но все же за срезанными цветами, как я ухаживаю, вообще каждые два дня я чуть-чуть подрезаю им кончики и добавляю вот такое средство. Оно мне очень нравится. Я его покупаю в основном в обе. Я знаю, что есть и на Вальберис, и на Озон, но именно вот этой марки мне очень нравится. Форта, да, Бона Форта, как-то так называется. Действительно стоят долго, до двух недель. Розы, конечно, быстрее умирают, а вот все остальные цветы, вот эти вот беленькие, я все время забываю, как они называются, но они мне очень нравятся. Вот, то есть у меня завязаны здесь розочки и останутся беленькие, долго будут стоять. Единственное, что из-за того, что я подрезаю вот эти ножки, они с каждым разом становятся все короче и короче. Вот, и, соответственно, уже другую вазочку я их там переставляю. Ну, в общем, по-всякому с ними забавляюсь, можно сказать, но очень люблю цветы, в том числе и в букетах. Соответственно, стараюсь, чтобы они у меня дома жили как можно дольше. Также хочу в этом видео показать нас тут постоянно, можно так сказать, угощать различными вот такими. Я не помню, откуда это привозят. В общем, сушеные абрикосы, как-то они называются на самом деле правильно, да, но я их отвариваю, делаю компот, и это просто нечто обалденное. Вот грецкий орех тут, немножко угостили такими орешками. В общем, буду сегодня себе еще варить компот. А компот из них, они прям такие сухие-сухие, есть невозможно, но компот получается просто обалденный. Вот, кстати, сварила компотик, добавляю сюда сахар обязательно, делаю его сладеньким таким, вот, и с удовольствием употребляю. Кстати, моим мужчинам не очень нравится почему-то такой компот, но я прям балдею. Вот у меня маленькая кастрюлька, и я буду его несколько дней пить, потом поставлю, остынет, я поставлю в холодильник, и будет вообще очень и очень вкусно. Вот, ну и мы продолжаем, конечно же, уборку на втором этаже, убираю все злее. Здесь обычно накапливается за неделю какой-то непонятный мусор, салфетки, вот эти втулки от туалетной бумаги, хотя у меня стоит мусорное ведро, но не всегда доносит до мусорного ведра. Это у меня, кстати, искусственный цветочек, я его все время мою под, ну, просто под водой, пыль, ну, как бы пыль смываю, да. На той полочке стоит часть моей косметики, всякой разной, в общем, ее тоже прибираю. В общем, такая у меня тут уборка во всем. Вот, но так как сегодня мне помогли мои мужчины, вот тоже коврики буду стирать, полотенца буду перестирывать, я вообще маньяк, кстати, стирки, я стираю каждый день, и каждый день у меня находится... Нет, наверное, если бы у меня не было так много животных, может быть, я стирала бы и поменьше. Но, да. И, кстати, мою полы, ну, не всегда. Я паровой шваброй заказывала на Алиэкспресс. Если ссылка не сгорела, я вам оставлю. В принципе, мне эта паровая швабра очень нравится. У нее есть другие насадки, но с сантехникой справляется плохо. Другие насадки отлично подходят для матья радиаторов. Там идет пар под напором, да, и хорошо вот всю пыль, грязь выбивает с радиаторов. А так отлично удаляет запах, не требует какой-то дополнительной химии. Полы блестят. Единственный минус – это вот этот шнур. Он просто невозможный. То есть от розетки до розетки, от розетки до розетки. Так как у меня дом большой, мне это не очень удобно. Я поняла, что у меня более удобные какие-то аккумуляторные варианты, швабр и тому подобное. Но, кстати, достаточно часто пользуюсь именно этой шваброй. Ну и, конечно же, разбор белья, оглашка. Обязательно просмотр или прослушивание чего-либо, потому что я не люблю гладить. Сейчас я слушаю Юн Эсбё, спаситель. Вообще очень нравится мне этот автор. Я переслушала, наверное, практически все книги про Харри Холли. Кто читал или слушал, тот, наверное, знает про инспектора. В общем, этот детектив мне очень нравится. Рекомендую. Ну и занимаюсь разбором белья. На самом деле у меня его не так много, потому что я еще вчера часть разбирала. Вчера я как раз гладила школьную форму и так далее. В общем, тут тоже. Сзади, как вы видите, у меня стоят куча коробок. Девочки, знаете, что это такое? Это я собираю макулатуру для того, чтобы сдавать в школу. Всякие коробки, картонные упаковки и тому подобное. И получается, 4 раза за учебный год у нас принимают макулатуру. И мы как активисты, конечно же, ее тоже сдаем. У нас в школе устраивают прямо соревнования на эту тему. Кто, какой класс, больше сдал макулатуры. Там выдают эти сертификаты. Дипломы, господи, сертификаты, говорю, ну, поняли. Дипломы выдают. В общем, мы, конечно же, тоже активисты. Но на самом деле это удобно. Меньше мусора выбрасывается. И вообще, кстати, я за переработку мусора. Но сама, в принципе, мусор я не сортирую по той простой причине, что у нас в поселке, в котором я живу, достаточно проблематичная история с мусором. У нас мусор в маленьких контейнерах вывозят раз в две недели. Потом раз в две недели ставят большой контейнер. Раз в непонятно какое время у нас приезжает, там забирают пластик. Как раз в непонятно какое время забирают там батарейки и так далее. В общем, целая на самом деле эта история. Они могут приехать, могут не приехать. Могут поставить контейнер в одном месте. В общем, это целая на самом деле такая история с мусором. Он постоянно у меня где-то хранится, где-то лежит. В общем, на самом деле это целый кошмар. Вот, раньше у нас вывозили два раза в неделю. Потом что-то пошло не так. И стали вывозить раз в две недели. Представляете? Причем контейнер такой достаточно маленький. В общем, я насортировала это белье. Что-то погладила, что-то не погладила. И теперь буду все это относить наверх. На самом деле это самое нелюбимое мое занятие по дому. Ну и, конечно же, кухня. Уже вечер. И куда уборка без кухни? Честно говоря, мне нужно навести такую генеральную уборку на кухне. И желательно ее сделать до мая месяца. Потому что там пойдет у нас огородная вся история. Я вообще пропаду. В мае я обычно занимаюсь садом, огородом и всем остальным. И дом у меня такой достаточно заброшенный. Поэтому мне нужно будет, наверное, на каникулах. Вот, кстати, такое моющее средство с белым углем. Я заказывала его на Вальберес. Продается также. Он и в ленте видела. Мне очень нравится для мытья столешниц. Я не могу сказать, что оно супер там очищает. Ну вот как так, не знаю, антибактериальное средство, наверное, в большей степени. Мне очень нравится. Ну и плюс удаляет, кстати, запахи там всякие от рыбы и так далее. Вот компотик. Очень вкусно. Девочки, я прям балдею. Одна его пью. Вот. И балдею. В общем, с этой стороны тоже убираюсь на кухне. Полы у меня чистые. Вообще красота просто. Вот. Но уборка она такая. Мне надо фасады помыть. Мне надо духовку намыть. Мне надо хорошенько решетку клетки помыть. Мне надо вытяжку вымыть. В общем, на самом деле, работа на кухне у меня очень много. Но как-то вот пока нет времени. Поэтому пока у меня такая легкая уборка. Фасады я тоже так слегка протираю обычно. Но вот сегодня уже этим заниматься не буду. Потому что время, на самом деле, уже 9 часов. Я что-то провозилась, как всегда. Вот. Там-сям. И в итоге 9 часов вечера уже надо укладываться спать. Потому что завтра понедельник. И нужно будет рано вставать. В общем, в принципе, да. Каждое воскресенье я провожу за такими занятиями. Обычно отдыхаю, даю себе отдохнуть. Я в пятницу забираю детей со школы и все. Практически ничего не делаю. Либо бывает, что я в пятницу готовлю, а в субботу уже ничего не делаю. Или, ну, в общем, как-то так. Но обычно в пятницу ничего не делаю. В общем, на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Возможно, кого-то тоже замотивировало на уборку. Мне это будет очень приятно. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok